Отец, мы благодарны, что мы можем собраться вокруг Твоего Слова. Пускай наши сердца будут открыты к тому, что Ты будешь говорить. Дай нам понимание мудрости и терпимости. Аминь. Что бы хотел сегодня Вам сказать, это о идентификации, отождествлении. В пасторском совете и консультировании Чаще всего вы встречаете людей с тем, таких людей, которые, не зная, кто они такие. Нам очень важно понимать, кто мы есть в Иешуа. В Галатам 2.10 говорится, в Нем мы имеем единство. Что же делает нас теми, кто мы есть? Это очень важная тема, потому что мы должны понимать эту тему людей. И в пасторской заботе. Это часть, которой мы хотим помочь людям и с ними провести время. Когда часто люди спрашивают, а кто Вы такие? Конечно же, первое, что мы говорим, меня зовут, так и так. Мы даже говорим, откуда или где мы родились, или что-то в этом роде. Это все внешние события. Но истинный вопрос заключается в том, кто мы есть внутри. Я думаю, что это важно, потому что мы часто с этим боремся. Я знаю, что я с этим борюсь. Мы так вот мысли по-другому, и нам нужно собраться, чтобы осознать, какая наша Личность, кто мы такие как Личность. С самого начала мы должны понять очень важную вещь. Как верующие, мы имеем большие различия в этом мире. Фактически люди этого мира смотрят на друг друга, позиция, какая машина, какой дом, какая работа. Коринфянам 5.16 говорит так. Так что, от этого, мы не смотрим на кого-то из общественного зрения. Даже если мы once regardали Мессия из общественного зрения, мы не будем делать так. 2 Коринфянам 5.16 А второе Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же знали, и Мессию по плоти, то ныне уже не зная. И как верующие люди, мы должны иметь совсем другой обзор людей. То есть мы должны по-другому мыслить о людях. Практически у нас тенденция смотреть на людей с точки зрения, кто они и что они делают. И даже как верующим это делаем внешность. Например, да, у меня есть свое мнение, и я баптист, или там, я пресвятерянин, я пятидесятник. Но важность происходящего не в том, что ты веришь в наружности, понимание, а то, что ты делаешь, делает тебя личностью. И фактически то, что ты делаешь, раскрывает то, кто ты есть, твою личность. Я думаю, что если мы хотим, чтобы помочь людям возрастать в их вере, тогда нам нужно иметь правильное понимание, кто мы такие, кто мы как личности в Мессии. Очень часто судятся личности по внешности. Мы часто задумываемся над теми вещами, какие в этом мире. Это если я буду выглядеть правильно, если я буду хорошо говорить, значит меня примут. Очень интересный пример я приведу вам из жизни Соломона. На внешне он имел все. Он царь. Он был богат превыше вашего понимания или ваших мечт. У него самые последние были Мерседесы в виде коней и повозок, и карет. Но в Экклезиасте, 1 глава, 3 стих. Суета, суета. Утрость, все суета. Что человек может получить от всех своих трудов? Может быть, нам придется и позаимствовать нечто от этого мудрого царя. Все, что мы можем приобрести извне, не сможет повлиять на наше внутреннее состояние. Чтобы найти свою истинную личность, свою идентификацию такую, в чем мы себя отождествляем. Мы должны идти к Богу, который является нашим истинным Творцом. И наше отношение с Ним важны. Я сейчас вам говорю в позиции, кому я бы давал консультирование, давал бы советы. Может быть, это то, что вы можете делать и применять, когда люди приходят к вам за советом. Мы можем сперва взять позитивные события из нашего Творения. Если мы знаем, кто мы есть с библейской точки зрения, тогда это поможет нам быть сильными. Что же мы приняли во время нашего Творения? Мы получили через Адама те даяния, которые приходят свыше. В Бытие 2, 7 говорится, И сотворил Бог человека из праха земного. И вдохнул в него дух жизни. И человек стал живым. Что же в этом стихе важно? Наши наследия являются жизнь. Тело, душа и дух. Общая фраза, люди считают, что душа разделена на три части. Мышление, чувство и воля. Когда Господь вдохнул в него дух жизни, Он был полной жизни. Более физически и духовно, он был живым существом. Наше физическое тело, оно сочетается, зависит от этого мира. Через пять чувств. Наш внутренний человек создан по образу Божьему. Чтобы быть физически живым, нужно иметь совокупность со своим телом. И когда мы говорим умереть, это значит отделить свое тело, тот храм, который физически имеет, от своего духа. Павел описывает это в 2 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. Мы уверены, что, пожалуйста, лучше быть отсутствием из тела, и быть присутствием с Богом. И повторяю еще раз. 2 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. 3 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. ТО и мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и возвориться у Господа. Когда мы смотрим на этот стих, что отождествление верующего человека — это больше, чем просто физическое состояние тела. Потому что тело оставляется после смерти. И если мы говорим о физическом состоянии, то это не единство просто в это время тела и души. Но могу сказать точно, что мы не можем существовать без тела, которое создал Бог из праха земного. Тело должно иметь душу и дух, так же и обратное — душа и дух должны иметь тело. Тело без души, оно не может существовать. И тот дух Божий, который был вложен в человека в день его творения, делает нас живыми существами. До тех пор, пока мы живем в этом физическом мире, нам нужно физическое тело. И нам нужно о нем весьма сильно заботиться. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем желанием облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не казаться нагами. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бремени, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. А Павел здесь использует слово хижина. Если я подумаю об этой иллюстрации хижины в мой возраст, то я могу сказать, что эти натяжные нити, которые натянута хижина, они что-то так вылазят уже из земли. My poles are sagging. Мои перекладины, они уже обвисают. And my seams are becoming frayed. А мои строчки, которые зашиты от хижина, или сшиты, уже сильно-сильно растянуты, уже начинают трещать по швам. Я рад, что во мне намного больше, чем это тело, которое скоро станет увядаемым. Но духовно, а живым духовно быть, это означает вот что. Как я уже говорил, имея жизнь в теле, мы имеем также силу жить и духовно. Павел пишет 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренность со дня в день обновляется. Окей, this is the key. Renewal. We can be renewed every day. When God breathed into the nose of Adam, it was the breath of life, the breath of the Spirit. You could almost say that he breathed into him the Ruach HaKhodesh. We have received part of the Spirit of God. And we will never feel complete or find our true identity without that connection to him. Без этого общения с Богом, этим контактом с Богом, мы не сможем понять суть жизни, суть нашего пребывания на земле. Now, in dealing with people with problems, он решает проблему людей. One of the aspects is to help them to reestablish that connection with God. И одно из таких вот, такой помощи, это восстановление отношений с ним. Часто мы встречаем людей, которые потеряли свое состояние, кто они такие в жизни. Если наша душа и наша душа не в единстве с Богом, тогда мы никогда не почувствуем чувство такое, как полноты. Мы знаем, что это действует здесь, в мире. Поэтому в этом мире еще больше и больше создается вещей, которые удовлетворяло нашу душу. Потому что вот это чувство пустоты, оно должно быть что-то заполнено, и поэтому создается в этом мире то, что может заполнить человека. И мы понимаем, что этим маленькими вещами могут заполнять эти души. Да, there's drugs, there's sex, there's... Наркотики, алкоголь, секс и так далее. Но как верующие, когда мы не имеем полноты прикосновения, контакта с Богом, then we will try and fill that gap with something. And some of them are good. I know, I've known some believers who've been very much involved in humanitarian aid work. А, например, люди заполняют свою душу помощью другим людям, например, гуманитарной помощью людям. But they're doing that to establish some form of identity. Но все это они делают по причине того, что они хотят утвердиться своей личности. Because their relationship with God somehow hasn't been able to fulfill everything in them. Потому что отношения с Богом не восполнили их желания или страсть. And they can no longer do without that. If they're without it, then it becomes a problem. Когда они делают это с Богом, тогда оно созидается в лучшую сторону. Когда они без Бога это делают, оно приведет к другому концу. Адам был создан в этой ситуации физически и спиритически живым, в完璧ной общей с Богом. И в этом случае Адам был создан духом, душой, телом, идеальной, и также это было соединено с самим Богом в контакте. I would even dare to say that this is our true identity. Можно сказать, даже предположить, что это наша истинная личность. Вот это то, что может быть, это наша идентификация, это наша принадлежность. For us as believers, to be spiritually alive is to be in union with God and the Messiah. Для нас, верующих, чтобы быть живыми, это единство с нашим Господом и Спасителем Мишуа Мессии. That union with God, вот это вот единство с Богом, by Adam was lost through sin, то, что Адам потерял через падение, and so for us also. Которое мы тоже унаследовали от Адама. If there are things in our life which are not in agreement with God, this will begin, this will bring a sort of spiritual separation and that's very often where the problems begin to arise. Вот там начинаются самые большие проблемы в жизни человека. So, it is important when you are counseling or when you're doing some form of pastoral care to establish what kind of relationship that person has with God. Важно с самого начала показать или рассмотреть позицию, какая этот человек имеет с Богом. Мы не можем предполагать, что автоматически человек, который приходит на собрание либо в домашнюю группу, он уже имеет контакт с Богом. Что вот уже отношения с Богом уже налажены, это гарантия, что он приходит на собрание. Есть вещи, которые нужно четко понимать и поставить их на свои места. Это непосредственно имеет отношение к тому, чему мы учились эту неделю. Окей. So, the restored union with God, which we find in Yeshua HaMashiach, is the essence of our identity. Отношение с Богом является ключом нашего торжествления и нашей личности. In the beginning, there was an extreme significance given to man. Again. In the beginning, mankind had an extreme significance. Yeah? He was given rule of all of the creatures God created. В самом начале человеку было дано нечто особенное и это была позиция власти. Окей, in Genesis 1, 26-27, we read, let us make man in our image. And let him have dominion over the fish in the sea, birds in the air, and so on. You could say that God gave Adam or mankind the greatest responsibility that he could think of. Можно сказать, что Бог вручает человечеству в его руки самую великую ответственность это управлять всем творением. Окей. Бог created Adam and gave him significant divine purpose. Adam had dominion over this world, but he lost it. Okay? You all know that. But this is true also in every situation which you will come across. if there is something that is not correct, then we lose that sense of purpose in life. through what Messiah did on the cross. Through what Messiah did on the cross. But you have earlier stated that if we do not have one phrase before this. One phrase before? Adam had dominion over this world, but he lost it through deception. Yes? Is that what you're talking about? Yeah? Yeah. But in Messiah it was not in. Yeah? Okay. I said through what Messiah did. In Messiah. Okay. Okay. Satan no longer has authority over you. He will try to make you think that he has. but if you have but because of your position in Messiah you have authority over him. And this is part of your current identity. Okay. What I'm trying to explain here is what God gave us beginning. The first one was significance. Okay. Most people in the world today are looking for significance. They want to be respected. they want to have a place. want have a place. They want to have a place. And these are all the things that God gave to mankind in the very beginning. doing. Okay, so God gave significance through the possibility to rule over the earth. another thing that God gave in the beginning was safety and security. security. These are key issues that people are concerned about. in the beginning, all the needs of man were provided for. все нужды человечества были изначально решены. Бог говорит, ты во всем этом саду, который я создал, ты можешь от этих деревьев кушать, питаться, все дано тебе. У Адама были все нужды покрыты от Бога. Атмосфера была прекрасна. Ему не было холодно. У него была очень мягкая подушка земная. Достаточно пищи, забили. И он заботился о всех творениях. Он мог съесть плод от древа жизни и жить перед Богом вечно. И не только я говорю вам об этом. Каждый вечер God would come and take a walk in the garden. And they could have a good chat over the day. He lacked nothing. У него не было недостатка. So, safety and security is another facet of our inheritance in Messiah. We have the riches of His kingdom at our disposal. Какое это? We have the riches of His kingdom at our disposal and His promise to supply all our needs. and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Yeshua Messiah. One more time. 419. I've probably said this before, but it's needs not once. Я говорю это очень много раз. What we need, God will provide. И все, что нам необходимо, Бог даст. Нам нужно только иметь чувство уверенности. And it comes down to trusting in Him. И эта уверенность приходит из надежды на Него. То есть, кто Он такой. Если кто-то чувствует, что его обманули и от него отвернулись, then very often this is one of the keys that you can use to help them. И вот это место Писания вы можете применять, чтобы помочь этим людям стать более уверены в Боге. to show them that God is the God who supplies us. It's whatever we need. And I don't think that that is only limited. Sometimes people limit that just to the material things that we need. But I believe it very clearly can also fulfill all of the spiritual need that there might be. over the years I've experienced this many times. you come into a situation and what are you going to say? What are you going to share? How are you going to help the people? I don't know. It's someone comes to me with a really terrible problem. What can I do? I remember when I first became a believer that I was a very shy person. And I was working at that time and I can't tell you the whole story because it would take too long. But at one point I'd been a believer maybe six, seven months. One of the people who was working in the same place. I was, I think I was 17. And this was an older man. Now, while I was working I'd been reading my Bible. And one day he just came up and he said can I talk to you? And I said, sure. And then he started to share about his life that he was having trouble at home. His wife was going to leave him. He was telling me a 17-year-old young man about all his marital problems. And I was thinking, oh God, what do I know about this? What did I... I have no idea what he's talking about. And I said, God, what am I going to do? And I felt God saying, okay, just pray for him. And I said very honestly to him, I said, I have no idea how I could advise you or tell you. I believe that God can bring something into your situation and do something. I said, can I pray for you? I said, can I pray for you? And he said, okay. Well, 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 you know, I just want to ask you, give a solution. And I just want to ask you, give a solution. And through a couple of days he came back, big smile. With a big smile. With a big smile. And he said, you know, everything was done. I asked him, жену прощения. И мы восстановили наши отношения. А теперь я хочу узнать о том Боге, Котором ты читаешь. Бог может дать тебе эту мудрость, когда ты нуждаешься, когда ты видишь эти события. Но истинный вопрос стоит перед нами, насколько мы Ему в этом доверяем. Часто Бог приводит вас в ситуацию, когда у вас нет ни одного ответа. В пастерской жизни существуют такие ситуации, на которые ты вообще не можешь дать никакого совета. ответ невозможно найти. И очень часто Господь как будто специально это делает для меня, чтобы я не могу найти ответа. И Господь мне говорил, «Я не хочу, чтобы ты надеялся на себя, но надеялся на меня». Безопасность и уверенность. И следующая ситуация для человека всегда является принадлежность. Кому я принадлежу? Адам чувствовал, что он имеет свое место. Кому он принадлежит? Мы можем даже помечтать и представить, что у Адама не было никого другого, с кем можно было пообщаться, кроме Бога до появления Евы. А потом Господь предоставил Адама к совсем другому уровню отношений и общения. И Господь сказал, «Не хорошо человеку быть одному. Я бы сделаю ему помощницу». Итак, хаву предоставили для Адама. Ебу, то есть. И предоставив хаву для Адама и Адама для Евы, то есть получается полнота взаимоотношений и чувство принадлежащего друг другу. Чувство принадлежности. Приходит не только от чувств, что мы знаем, что мы принадлежим Богу, а также, что мы принадлежим друг другу. Когда Бог создал Еву, то есть хаву, Бог установил общество. Бог никогда не хотел, чтобы мы были одиношенки. Наши чувства... Да, чтобы нам не было одиноко, у нас есть чувство уединения, что означает открыто поделиться с человеком и с личностью, с которой хочется раскрыть свою душу. В Мессии нам дано это чувство уединения. чувство принадлежности к Богу. То есть, когда мы приходим к Ишуа, то есть нам дано это чувство общения с Ним один на один. А также общество, с которым можно общаться, не чувствовать себя одиноким. И наши отношения друг с другом очень и очень важны. Когда есть проблема с обществом, тогда эти проблемы становятся и нашими проблемами. Галатам 1 Калашинс Каласянам 1 27 Говорит так «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Мессия в вас упование славы». Итак, мы вас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим.